Жизнь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нам его досмотреть, велели там гайки подкрутить, профилактика В воскресенье вечером в Москву повезут Стало быть, на нем и повезут, золотишко Субтитры создавал DimaTorzok Сочтемся Решка Субтитры создавал DimaTorzok Золото будем брать в последний день, в воскресенье утром пораньше Игнат, надо будет солнце на те склады, гляну там что к чему Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А что, Игнат, может к морю домик поставим, твоя половина, моя половина соли Там, говорят, апельсины прямо на деревьях растут Водочку попиваешь, а закуску сверху А, Игнат? Счастье ведь Я ночевать не приду, там осталось Ты осторожней там, осторожней Гражданин, вы куда? Я за Сашей Жилиной, а где она? Забрали ее Кто забрал? Везли в детдом обратно Я поймал сбежавшую партизанку Русский партизан Зоя Космодемьяновская прибыл Василий, давай быстрее, печка нетопленная Да бегу я, бегу Мы будем сейчас тебя немножко пытать О! Инструменты готовы? Руки! 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 Несите Пашисты! Да все равно Пахисты! Пахисты! Они хотели мне звезду на лбу выжечь. Тихо, тихо, тихо. Тихо, все же. Как Сонька с подемьянской. Все уже закончилось. Бать, забери меня отсюда. Они меня уморят. Рано или поздно морят, я же знаю. Все везет на тебя, Зибирь. Все уже позвольте. Ну, кыш отсюда! ПОДПИШИСЬ! А где же лицо? К стене. Не поучал он, начальник? Максим, Легоч. Ну, что, товарищ Собирь, мы тебя отпускаем, но при одном условии. А с чего это вдруг, а? А может, я и не хочу? А может, мне тюрьма, дом родной? А что, там кормят, поят? А на воле-то пахать надо. Да и покоя от мусоров нету. А-а-а! Аа-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! Ты что там вот где находишь? А-а-а-а-а-а-а! Как я тебе напомню, что я вам поднял Сучиным в камеру. Ты будешь у них петушиным завхозом! Застал, начальник! Ай, я шутение сказал! А я не шучу! Обеден, определяй его! Нет! Нет! Все, начальник, я все понял, слышишь? Все! Я все сделаю, землю жрать буду, слышишь? Сучи, не надо, не сажай! Тихо, тихо, встань. Слушай, внимательно. Вернешься к Горелому, скажешь, освободили досрочно. Бумаги мы тебе сделаем. У него в банде есть Игнат Белов. Скажешь Горелому, что он крыса. На Мусоров работает. Понял меня? Понял, я спрашиваю. Я, я все понял, начальник. Ахан, свободен. На выход. Добрый вечер, хозяин. Добрый. Ищете кого? Да, он в кассины еду, путь не рассчитал. Думал, засветло доберусь. Да куда уж там, ни одной попутки, все пешком-то пешком, ноги гудят. Переночевать не пустите, добрый человек? Фонтовик? Пойвал. Руку вот под нарвой потерял. А если вам неудобно, так вы так и скажите. Я дальше пойду. Незнакомый человек, я все понимаю. Пошли. Я сам браток на фронте шеи кормил. И ранений не имею. Да, я своему фронтовику-то завсегда помогу. Да я последнюю корку хлеба готов отдаю. Заходи. Мефир! Сашка! Саша! Похудела-то как? Коста, да кожа. А сама-то? Господи, что же я остаюсь? Девки поужинать надо, я на стол сейчас накрою. Мы теперь здесь будем жить? Как настоящая семья, да? Наконец-то. Колымовы! Колымовы! Эй, вы чего так долго спите? Подъем! Я же картохи сварила! Идите завтракать! Кнад! Пусти! Стой, стой, стой! Стой! А че такое? Че такое? Мне куму надо. Все, закрыта деревня. Разворачивай, разворачивай! Николай, посмотри, я не могу разобрать. А, наешок дурный, шо бы меню тому на носилке попал. А теперь не опасно. А шо не опасно? Так чего ж ты себе нос захватываешь, а? Да не торопитесь вы! Вот, повестку возьмите. Я должен посмотреть? Конечно. Ну, сначала я. Ну, там могут быть следы. Товарищ, я тридцать лет занимаюсь эпидемиологией. Ничего с вашими следами не сделается. Ну, как? Ну, вот смотри. Судя по маркировке, в колбе был ценник. Колодец отравил, гад. Целую семью на тот свет отправил. Не пощадил ни пожилых, ни молодых. Да, вот еще смотри. Судя по оставшимся фрагментам, здесь одна корба, а похищено шесть. Я бы тільки думаю, а чого я на цей колодязь кинув. Проехав би далі, тут не далекарай центр центральну колонку, ми б більше людей згодили. Ну, шо? Проверочку делал. Явно, шо-то серьезное готовят. А вот, когда и где это случится, мы не знаем. А должны знать. Ничего. Найдем мы этого гада. Вот тогда за все и спросим. Братва! Смотрите, кого я привел! Встретила кадра Немка. Здорово! Галюня! Галюня! Компания! Да я, братуха, живой! Так ты ж в крыльке сидеть должен! Да, досрочно отпустили! А ты за какие такие подвиги? За красивые глазки. А ты че, свисток прокурор, чтоб мне допрашивать здесь? Я ж сказал, досрочно. Вот справочка золотая. Калюня я. Игнат. А че-то я раньше тебя здесь не видел. Кто таков-то? Игнат я, Белов. Сидел? Нападение на дипломатов. А, ну точно. Стамбовской пересылки. Так? Верно. Понятно. Ну че? Вы знаете, братцы, кто на самом деле есть Игнат Белов? А? А? Погоди-ка, Алюня! Не спеши! Дрова! Не гони вороных! Я ведь тоже хочу послушать про брата своего! Так кто он? Так кто он? Чего притих? Так? Говори. Так кто он? Чего брат твой? Кровный. Что? Не похоже? Да вроде. Ты давай без вроде, он брат мой. Так что про него говорят? Да разные. Да блатные на кичи. Ну, поговаривают. Говори! Молва идёт, что брательник твой дюжик крутой, ни цириком, ни авторитетом не кланялся, волк-одиночка. Да че я-то? Пусть сам всё расскажи. Давай, говори. Да нет времени лясу точить. Послушай, там сегодня нужно сгонять на артиллерийские склады, проверить. Правду ли сказал механик? Конечно, брат. Поверяйте. Вот. Калюню с собой возьми. Познакомить. А че там на этих складах-то? Так. Пошли, и по дороге уходишь. Идем. Че, приехали что ли? Угадал. А где ж склады-то? Ну, что ты хотел братве про них сказать? Давай, выкладывай. Мало ли что хотел. Не сказал же. Я же могу и по-другому спросить. Ты че? Все, говорю, хорош. Я знаю, что ты на Мусоров работаешь. Если умнешь, все узнают. Мертвые не болтают. Не, ниточки в чека тянутся, Белов. Вот откуда ветер дует. Что ты молчал? Выкладывай, что знаешь. Семен? Что-то к Алене у меня из головы не идет. Другой он хотел про Игната сказать. Надался тебе этот… Галюня? Ох, помяни мое слово. Преподнесет твой братец нам еще сюрприз. В общем, мне он сказал тебя сдать. Вот так. Почему не сдал? Или Горелого испугался? Да соображалка у меня быстрая. Вот и живу до сих пор. А не боишься, окачу в лицо внизу? Жизнь у нас опасная. Да ничего ты не сделаешь мне, Белов. Да почему ты так решил? Вот возьму тебе шесть, верну и здесь оставлю. А брату скажу, что ты сбежал. Думаешь тебя искать кто-то будет? Или ты думаешь, что ты пеникеру нужен? Да не, не будет, это верно. Но пеникер другого подошлет. Ага. Да ты не переживай. Выдавать то я из тебя не собираюсь. Если… Если что? Если половину доли своей золотишком не отдашь. А я смотрю ты щедрый. Могу всю долю попросить. Да не. Все отдавать никто не захочет. А вот поделиться ради спокойной жизни сам Бог велел. Я же говорю, соображалка у меня. Быстрая. Ну, что скажешь? По рукам? Открой ворота. Сколько привезли? Десять килограмм с копейками. Да, они бедный народ у нас. Заканчивай разговор, давай проезжай. Ты отметь там. Ладно. Склады обнеси на забор. Здесь проходная. Вот здесь, здесь, здесь и здесь охрана. Все с автоматами. Значит, есть что охранить. Да, конечно. Там и при нас прямо золото привезли. Десять килограммов в натуре. Даже если это поделитель, уже… Ты чего, Свисток? Да я знаю эти места. Мы там еще в детстве пацанами играли. Там крепость настоящая. Ее еще мой батя строил. А ты не древь, Свисток. Нет таких мест, в которых я бы не влез. Влезть Калюня в капкан каждый дурак может. А вот вылезти оттуда с живым, это еще постараться надо. Под штаники намочил, так и скажи. Да мы без тебя пойдем. Кто под штаники намочил? Я сейчас как в лоб заряжу. Чего? Ну, давай. Иди сюда, говорю! Тихо, тихо! Ща, говорю, ща за поем тишки выпущу. Ну, че он, как пацан. Прямо либо базары базарим, либо… Ща, говорю, Калюня, угомонись! Башкой подумайте, как дело сделать. Как будем брать этот форпост? Да подидим на пяти машинах и ударим! В лоб не пробьем. Охрана серьезна. Кроме всего прочего, мы не знаем, что там внутри. Если там караульный взвод, то все поляжем. Мы незаметно туда проникнем. Это как? Нужен план подземной коммуникации. Я достану. Проходи. А что, Алиева нет? Нет и не будет сегодня. Приехал в деревню Кошкино, расследует отравление цианидом. Вы про что? Какой цианид? Мои подробности не знаю. Но говорят, несколько дней назад из химзавода украли цианид. Насыпали в какой-то колодец. Люди погибли, целая семья. Диверсия очевидна. Видимо, да. Новости есть? Есть. Отойдем, поговорим. Не спрашивай, да? Я задавай на этот химзавод под пулей лиц. Не задавать вопросов, да? Говори кому-то одну цианид. Ну? Угумолился. Теперь давай спокойно поговорим. Чего случилось? Кошкино целуй, семью отравили. Цианид кинули в колодец. Я на такой не подписывался. Ну давай говори, кто это. Не знаю ничего про это. Сереж! Слово даю, не знаю. Давай так договори, что знаешь. А вот так мне последний раз комиссар говорил. Перед тем, как расстрелять. Не до этого сейчас. Позже поговорим. Уж нет. Давай сейчас разговаривать. Я сказал, Игнат, позже поговорим. Значит, позже поговорим. Что случилось, Семен? Семен! Ты? Я заходил. Игнат, позже поговорим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проходите. Пропустите. Я в отдел кадров на работу иду, устраиваю. Тогда документы. А, фронтовик, тогда проходите. Вот это здание, второй этаж. Спасибо, служба. Удачи вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока начнешь грузчиком, ну, надо с чем-то начинать. А так посмотрим. Тут все очень просто. Берешь лоток, несешь на разгрузку, порожняк катишь назад. Ну, все понятно. Че ж не понять. Я смешленый. Погоди, а ты с одной рукой отправишься? Не бойся, начальник, справишься. Получится не хуже, чем у других немцев. Одной рукой убил. А, ну смотри. О, Тося. Тося, познакомься. Николай Иванович, новенький фронтовик. Можно просто Николай. Ну, ты ему покажи здесь, что и как. Главное, не бросай товарища. Хорошо. Пойдемте. Вы каждую крошку замешаете? Блокадно в Ленинграде, товарищ. На такую крошку можно было день прожить. Простите, я не знал, что вы оттуда. Это к делу не относится. Будете отвезти с тележки, куда я скажу, где жить. Вы что? Люблю строгих. Приступайте. Товарищ, а вы кого-то ищете? Я хотел на работу устроиться. Только после демобилизации. Не знаю, с чего начать. Ну, это вам отдел кадров надо. Пойдемте покажу. Подождите, вы хотя бы объяснили бы мне там, что к чему-то, чтобы не выглядеть там барантовать. Я еще не привык, гражданки. Ну, какой же вы барантов? Вот что вас интересует. Я до войны у себя в Ярославле. Работал в подземной канализации. Знаете ли, люблю паршастых под землей, как крот. Кстати, а у нас есть старый каменолобник. Надо же, мне повезло. А где они находятся? На окраине. Возле старых ардиллерийских складов. Ну, прям, не терпится там полазить. Туда без карты лучше не соваться. А у нас есть в архиве старые царские карты. Пойдемте, я познакомлю вас с старшим инженером и он вам все расскажет. Да нет, вы мне просто скажите, как его найти, я дойду. За архивом направо, прямо по коридору. Спасибо. Удачи. Удачи. А что ты знаешь? Да откуда мне знать. Говорю, отправился туда, а потом… Хлопчик, ты чей будешь? Местный чини. Местный. А езды в куды? В тетку бастевал, в город. А ты че расспрашиваешь? Ты че, спьёшь? Да не, я за уголовного розыска. Да ты прежишь. Документ покажешь. На, дивись. А пистолет дашь подержать? Обойдёшься. Тут тетки-то долго высевал? До нескольких дней. Во вторник выехал. Во вторник. А перед отъездом никого из чужих не бачил? Да вроде был один. Инвалид. Ну, лезь давай, доставай. Да как же я туда полезу? Там тысяча вольт. Сгорю? Вас же посадят. Похоже, нам кранты. Че, случилось? Да вон, салага, ключ разводной вронил. Он там на волоске висит. Если коротнёт, все печи вырубит. А че достать не можете? Да опасно туда лезть. И главное, рубильник нельзя вырубить. У нас печи как домные, отключать нельзя. Товарищ, надо что-то делать. Если правда будет короткое замыкание. Да ни карка и не будет. Персёдку. Давай. Заходи, я вас офицеринчик. Извините, опаздываю. Итак, у нас есть важная деталь по диверсанту. Протест и военный френч. Начните с военкомата. Пусть дадут сводки о всех одноруких. Ну, если он зарегистрирован, это вопрос одного-двух дней. И мы его поймаем. А если нет? Если он не из этого города. Опросите частников. Ведь полно людей, которые сдают угол квартиры. Где-то он должен жить. Я до войны танцами занималась. Большую надежду подавала. Потом блокада. Все смешалось. Ценности. Психика людская. Для каждого, кто выжил в этом городе, вопрос еды, хлеба навсегда останется вопросом жизни. Понимаете? Я поэтому и на хлебозавод пошла, чтоб людей накормить доста-то. У нас на фронте тоже голодные бунты случались. Бывало, по несколько дней из окружения выйти не могли. Люди смотрели друг на друга, как звери. Конечно, так каннибализма не доходило, но вот мертвых лошадей есть приходилось. А как вы руку потеряли, Николай? Рукопашные схватки у нас закончились патроны. Шли на врага с голыми руками. Ножи через одного. Немцев в два раза больше. Вы видели когда-нибудь, как собаки дерутся? Угу. Дочек лечит. Мы все в глине. Один такой огромный ком. Ни криков, ни команд. Только удар и хруст плоти. Меня завалил один здоровяк. Хотел мне голову проломить саперской лопатой. Но я защитился от него рукой. Он ее и отрубил. Я, конечно, все равно его одолел одной правой. Старшина замазал руку глиной. Вот. Зажило. Вот мы и пришли. Спасибо вам, Николай, что проводили. Сборды сейчас небезопасно. Банда орудует. Не надо было бы вам одно в такое время ходить. А я за вас переживала. Когда вы в трансформаторную будку вошли. Ну, вы же женщина. Вы бы за любого переживали. Ну, вы правы. За любого. Но за вас особенно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Будку сапожника на рынке знаешь? Ну, видал очень. Человек там работал один, однорукий. Найти его нужно. Сгонять привезли? Нет его сейчас там. Слинял он. А вот куда слинял, надо выяснить. Искать его будешь один. И время у тебя всего ничего. О, как. И вот еще что. О нашем разговоре должен знать только ты и я. Понял? Я понял. Я понял. Ты чего не спишь? Где ты был? По делам ездил. По каким делам? Своими зонировочами ты еще не окрепла. Я совершенно здорова. Семен, объясни мне, что происходит? Ты встречаешься с Хромом. У тебя какие-то дела с твоим братом. Ты ничего не рассказываешь мне. Ты перестал доверять мне, Семен. Да при чем здесь доверие? Да, так и не отозвался. Дозвали его. Правда? Правда вам говорят? Зря не верите. Да вы его сами потом спросите. Слушай, слушай, в какой раз я когда-нибудь вам говорил неправо? Да, врать ты, конечно, мастак. Только вот видели его с другой. Семен. Поехали. Какой-нибудь? Доброе утро. Поехали, смея. Семен. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. Милиция. Это Груздин. С горла до канала. У нас ЧП. Кто-то влез в архив. Попался, Голубчик? Руки. Мужики, да вы чего? Я же свой, но. Мы своих всею знаем. Ты чего тут искал? На сигнализацию барахлила, меня послали ее починить. Кто послал? Ребята, ну чего вы как неродные. Ну, смотрите, я чист, ничего не взял оттуда. Да и нечего там брать. Это ж не бухгалтерия же, ребят. Стоять! Никого не трону. Есть ли я? Надеть его ей. Стой на месте! Отпусти ее! И медленно на пол! И без фокусов стреляй на поражение на пол! Что-то мне у рожи знакомо. Опа-на. Так это ж опасный мать его преступник Белов. И точно. Чуешь, чем пахнет? Благодарность объявят. И может отпуск дадут. От нашего начальства хрен. Чего дождешься? А вот ежели мы с тобой его в МГБ сдадим за самому Пеникиру, вот тогда и простава, и премия будет. Эй, служба! А нам чего? Дежурьте и хавликом не щелкайте! Слышь, Белов, тебя за нападение на дипломатов разыскинули? Не знаю, вам виднее. Так-то золото вернули. Вернули, вернули. Это только не все. Могу поделиться, если отпустите. Садись. Смотри, Белов, тебя за язык никто не тянул. А если обманешь, спорим тебя, как рыбку. Понял? Ну, да что ж ты, дурак, не понимаю. Каза, куда? Поехали. Сюда. Давай, давай. Показывай. Ну, здесь. Да, да, там. Жадность до добра не доводит. Держи. Здесь схема арт-коммуникации. Ну, что, остыл? Остыл. Вот здесь хранилище. А вот пунктиром идет дренажная система. Прямо под него заходят. Ну, вот о том речь. И что это нам дает? Мы все равно не знаем, откуда дренаж идет. Нужно искать здание поблизости оттуда и проникать. Сложно. Ну, а что? Есть еще какие-то варианты? Так давайте по-чапаевски налетим на машинах. И порубим всех мусоров в капусту. Да, Калюня? Так я так сразу и предлагал. Ну, да. Вы в капусту, а не вас в окрошку. В этот бункер взвод посадите, он полк сможет удержать. Ну, тебе виднее, атаман. Я вот на фронте не корячился. Ладно. Надо искать здание поблизости, проверять все коммуникации. Там должен быть проход. Уже целый день ползаем. Да нет тут ничего. Кто ищет, как найдет. Думаю, она вон туда. Там мы дни развалины. А нам не здание нужно, а то, что под ним. Да черт, двужильный. Тося, я закончил. Можете отдыхать. Не люблю бездельничать. Чего время взрыв терять? Если вы свободны, может быть, покажете весь процесс выпечки, что за чем идет? Ну, чтобы так сказать, лучше ориентироваться. Ну, вообще-то, у меня есть минут десять, не больше. Пойдемте. Сюда. А здесь у нас емкости с мукой. Так, сюда нельзя просто огоним. Его послушаю. Товарищ со мной. Проходите, товарищ. Строго тут воздух, на военном заводе. Значит, здесь мука. Она ведь для теста еще дружина нужна. И вода, и сахар, и соль, и закись. Изготовление обычной булки сродни рождению ребенка. Фантастический процесс, если задуматься. Нет. Но вам это, наверное, не очень интересно, да? Нет, что вы. Все, что вы говорите, мне уже интересно продолжать. То есть, у вас это так здорово получается. Вообще-то, нам с вами здесь быть не положено. Я раньше работала в охране. Вот пропуск и пригодился. Значит, мне повезло, что я с вами. Ну что, вам понравилось? Спасибо вам большое. Теперь моя участь отблагодарить вас за увлекательную экспорцию. Вот билеты в кино приглашаю. Ну что вы, зачем? Чтоб покинуться с вами. А чтоб быть уверены, что вы придете в его билеты. Так что теперь моя судьба в ваших руках. Ну, я за работу. До вечера. Ищем ход. А сколько отсюда до хранилищ? Метров пятьсот. Да. Не хрена себе. Здесь лаз. То, что нужно. Полезли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У�. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пошли-пошли-пошли, надо же. Прям как бункер Гитлера. Пошли-пошли-пошли. Здесь раньше была усадьба. И откуда ты все знаешь? Черт. Ну, что? Есть новости? Есть. Пойдем. Расскажешь. Маш, сначала дело, потом удовольствие. Да я глоточек только в горле, все перетух. Хватит. Ну, говори. Встал белом. Да нет, не вышло ничего. Что? Ну, причину на то веское. Когда я причину? Да отпусти ты, ну люди ж смотрят. Говори. В общем, головы этот брат Горелова. Кто сказал? Сам Горелый. Все в банде об этом знают. Точно? Протельник его кровный. Зуб даю. Это меняет дело. Сдашь мне обоих. Получишь и свободу, и деньги. Лично выпишу тебе новый паспорт. Жизнь начнешь с чистого листа. Хорошо бы это все провернуть на следующей неделе. Нет. Я ждать не буду. Прямо сейчас поедем. Только в контору заскочим. Людей возьму и оружие. Пошли. Начальник. Начальник. Не в сортир на минуту надо. Быстро. В машине ждал. Пошли. Пошли. Ты че тут напугал тебя? С мусорами екшаешься? Ты че? О чем это? Ну, я же видел, как ты с начальником ГДБ пиво пил. Да ты че? Я сам по себе пиво пил. Он подсел, ну, узнал меня, стал расспрашивать, че да как. Ну, сказал ему, на завод устроился, с блатной жизнью завязал. В общем, он и повелся. Я же вас еще срисовал на улице, как вы екшаешься, как два голубка. Я не при делах, следует. КОНЕЦ 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 Только слова состоят из букв, а музык из нот. А кто их придумал? Один бенедиктинский монах. В алфавите есть 33 буквы, а в музыке всего семь нот. ДО РЕ МИ ФА СОЛЬ ЛЯ СИ. Я это где-то уже слышала. ДО РЕ МИ ФА СОЛЬ ЛЯ СИ. Пап, привет! Привет! Ну что, соскучились, а? Еще как! У меня есть секрет. Да ты что, большой? Пойдем, покажу. Ну дайте человек отдохнуть, он только что пришел. Ну пойдем, пойдем. Пойдем. Ну пойдем. Ну ладно, пошли. Куда ты меня тащишь? Ну что у тебя здесь? Видал? Так, если в следующий раз найдешь что-то подобное, не трогай его, а сразу скажи мне. Поняла? Я думала, ты мне стреляет, молодец. Зачем тебе это? Ты же… Девочка. Ну я не это имел ввиду. Ладно. Вот если б моя дочка просила меня чему-нибудь ей научить, я бы ей не отказала. Ладно. Ладно. Смотри. Для начала нужно проверить, если патрон. Нажимаешь эту кнопочку, пускай к видобойму. Проверяешь, есть ли патроны вставали. Угу. Вставляешь убойму. На всякий случай ставишь на следохранитель. А перед самой стрельбой снимаешь следохранитель. И передергиваешь затвор. Поняла? А можно мне попробовать? Да. Попробуй. Снимаю с предохранителя. Передержни затвор. Надеюсь, не понадобится. Надеюсь, не понадобится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Итекурии Корректор А.Кулакова Неканурова